Спонсор канала компания Thermaltake. Thermaltake. Игра еще легче. Всем привет! С вами снова Технокухня. Необычный кулер от Noctua. Давайте рассмотрим. Сразу оппозиционирование модели на рынке. Высота кулера 12,5 см. Для компактных тонких систем это многовато, но для обычных компьютеров немного. Помните шутку про куплю себе немного Олби? Так вот, этот кулер для тех, кто давно мечтал о кулере Noctua. Но если на большую модель не хватает, то можно купить себе немного Noctua в лице NH-U9S. Хотя мы еще посмотрим, на что годится этот малыш. 5 6-мм медных тепловых трубок пронизывают 43 пластины. Охлаждает все это хозяйство 92-мм вентилятор. Кулер полностью никелирован. Куда ж без этого? Модель никак не мешает памяти с высокими радиаторами. Хотя на наш взгляд зря. Сейчас почти все производители кулеров помешались данным вопросом. Высокие радиаторы, да зачастую и обычные, просто не нужны. Память способна стабильно работать и на высоких температурах. А вот делать на пути к кулеру заслонку не есть хорошо. Тем более, если это не очень высокая модель. Радует ровная подошва. Отпечаток термопасты практически идеальный. Поддерживаются все актуальные сокеты Intel и AMD. В комплекте привычный набор от Noctua. Шприц с качественной термопастой. Наклейка с логотипом. Вечно неудобная отвертка без ручки. Переходник для понижения оборотов вентилятора. На своих максимальных оборотах 2100 за минуту, как показал наш реабаз, вентилятор вполне себе не шумный днем. Это наши искомые 40 дБ с 15 см. Одинаковый уровень шума, с которым мы тестируем разные системы охлаждения. Переходник способен понизить обороты 9 см вентилятора до 1550 за минуту. И при этом вы вряд ли его услышите даже ночью. То есть, констатируем, кулер тихий. Но, собственно, Noctua всегда ориентировалась на производительные, но малошумные системы. Итак, довольно уже теорией. Посмотрим, что у нас на практике. А на практике 58 градусов. Отменный результат. На уровне более высоких моделей. Но этот результат мы получили с двумя вентиляторами. По нашим правилам, если в комплекте есть скобки для второго вентилятора, то мы имеем право поставить две вертушки. Естественно, обороты были уже не 2000 за минуту, а 1800 за минуту. Мы соблюдаем правило 40 дБ с 15 см. 58 градусов. А с одним вентилятором 64 градуса. На 6 градусов хуже. Удивительно, но NHU9S один из немногих кулеров, где установка второго вентилятора дает такой эффект. Мы несколько раз делали перетест и обращались к обзорам других авторов. К других СМИ разница доходит до 5 градусов, и, в общем-то, мы не одни видим такую разницу. Что тут скажешь? Noctua предлагает разориться еще и на вентилятор. Хотя малыш-кулерок в российской рознице стоит сейчас аж 5000 рублей. Что, конечно, портит всю малину. 75 долларов тоже дороговато. В итоге имеем тихий, производительный, очень дорогой кулер. Высота 12,5 см не является интересной, так как многие компактные корпуса требуют модели пониже. Таким был кулер от Noctua. А с вами была Арина. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok